привет всем с вами канал the big lady of the small house и сегодня я не обрезаю новые муковицы хочу сегодня поработать над старой луковицы у меня уже двухлетка покупала я ее осенью 2019 года то есть практически два года она у меня находится копытца тогда было маленьким я его оставила и но за два года как увидите наросло много слоев много слоев было снято луковица из-за копыта потеряла часть корней и и перед перекосила потому что часть корней живая часть не очень соответственно живые корни ушли вниз мертвая часть приподнялась и именно поэтому тип во многих теплицах каждые три года луковицам обрезают копытом во-первых это омоложение луковицы во-вторых это чисто просто элементарно возобновление корней именно этим я сегодня и займусь луковица недавно процвела листья у нее еще пока слабенькие как раз сейчас самое оптимальное время ее пересадить когда расход на испарение влаги не сильно большой но при этом луковица спокойно может у нее есть повод для того чтобы пустить новые корешки продолжать расти я постараюсь посмотрю на состояние корней если корни с живой стороны будут хорошие я попытаюсь посадить луковицу на получение деток в принципе корни тут я вижу хорошие несмотря на то что половина корней просто-напросто отсохла висела в воздухе вторая половина еще вполне себе хорошенькая именно и и и я сейчас во-первых мне надо это все струсить чтобы знать масштаб корней естественно я оставлю луковицу в том же копыта и оставлю в том же горшке в котором оно росло в том же грунте я просто буду его подкармливать периодически для того чтобы она дала деток вам поздоровее и покрупнее чтобы были силы посмотрите почти полтора сантиметра корни сквозь такое копыта пробивается с трудом что они растут из донца и соответственно питать не только саму луковицу но и стебель данном случае немножко для луковицы напряжно и так аккуратненько вытряхиваю здесь не было за заморозки ничего здесь просто луковица вот так вот перекосилась то есть эта часть корней и и просто перетянула тут началась даже немножечко гниль так что вовремя я начала процесс так нож свеже заточенный обрезаю где-то вот по вовремя начала потому что тут пошла гниль чем это надо было сделать раньше но из-за того чтобы поток новых луковиц у меня никак не доходили до них руки то скорее всего здесь старый цветонос или что-то подгнила поэтому если вы видите что луковицу перекосила она стоит какая-то не такая сонная вялая не тяните а а а а а а а так как у нас сейчас тепло я говорю в теплице у меня даже по вечерам почти 30 градусов не нужно никаких особых плясок с бубном на сегодня луковица отправится в сухой грунт а а завтра когда у нее донс уже подсохнет с максимом я просто полью все опять-таки с небольшим присутствием максима для обеззараживания так как я сказала гнилой цветонос этот цветонос скорее всего был прошлого года магазинное цветение потому что именно как раз эта луковица у меня была с мокрым стаканчиком но я ее корицей не засыпала я просто ее переворачивала и выливала воду и сушила на солнышке и как видим результат не очень радующий поэтому корица наше все всегда держите рядом с гипами упаковку даже если это поддельная корица самое главное что это кора дерева которая подсушивает так максим а корни я постараюсь сейчас обработать посмотрим насколько гнилое донса насколько его можно подрезать вырезать гнилую часть и посадить его обратно в горшок все-таки хочется получить немножко деток это терракота стар очень красивый сорт только вот закончил светение буквально неделю назад я срезала стрелку многие скажут что вот это последствия больших горшков но нет учитывая что у меня теплица уже я уже даже не считаю я остановила свой счет на двухстах дальше я просто считаю упаковки бирок всегда найдется какая-нибудь слабая больная луковица которая прибыла с латентным каким-нибудь источником гнили который невозможно было бы определить в самом начале естественно кажется что это ой как много но на самом деле если не считать свежекупленные луковицы то вот таких вот проблемных луковиц которые были бы у меня уже в домашнем цветении у меня всего было от силы три штуки то есть это именно после того как они у меня прожили год они просидели кто-то на холодном окне кто-то сидел вот так вот со скрытой гнилью кто тут перевесился и отсушил корни тут я просто втыкаю и оставляю не смазывая ничего а теперь копыту смотрим что можно сделать тут как мы видим гниль идет по стыку сейчас я хочу просто удалить источник гнили если если у меня получится если копыта еще проявляет признаки жизни то его вполне возможно спасти именно просто чтобы получить деток тут как раз верхняя часть сухая которая находилась на поверхности вот она это именно эта часть изогнила как вы видите сухие корешки по ним пошла зараза эту часть копыта естественно уже не спасешь ну можно попытаться получить что-то посмотрим всегда есть надежда на лучшее это корешки которые были отсушены либо же магазины вот эти короткие ну вы нет тут глубокие поражения к сожалению у нас не гаватемала у нас зимой не держится 20 градусов тепла чтобы луковицы могли отсушивать донца естественных для них условиях у нас может получиться только так из-за зимовки вот попытка не пытка попробуем у меня есть еще парочка таких вот съехавших на бок луковиц я постараюсь их обработать на этой неделе тоже учитывая ее состояние ну что я говорю эти луковицы они у меня в прошлом году попали под ураган когда мы перевозили все из дома на дачу и теплица еще не была построена у нас был хороший такой ураганище и часть гипиастромов у меня была просто побита ветром вот у кого-то было большое копыто корни не держали у кого-то кто-то сидел на сильно большом сквозняке но в итоге вот такие вот копытца и получились что попробуем вернуть это у меня пойдет в мусор это ее родной горшок таракоты глубоко я сажать ее не буду что не имеет смысла здесь небольшая луковица просто мелкие детки которых надо просто напросто родить сейчас добавлю свежего грунта чуть-чуть грунт как вы заметили сухой потому что летом я предпочитаю именно сухой грунт он где-то на сутки сажаю луковицу так чтобы поджили все ранки на корешках после чего уже можно спокойно поливать то есть грунт обеззараженный просушенный пропаренный прочесанный подождем если копыта хочет жить то где-то в течение двух недель она сейчас будет приходить себя пускать новые питательные корешки после чего вполне возможно пустят деток так далеко я загадывать не хочу потому что обычно вот такие копыт с повреждениями могут и не прижиться на этом на сегодня все пока